Всем огромный привет! И сегодня я хочу рассказать вам о пяти самых полезных гаджетах для молодых родителей. Я прекрасно понимаю, что всем подходит разное, но я поделюсь своими наблюдениями и расскажу о своих, скажем так, покупках, приобретениях, что нам подошло, что нам понравилось. И давайте поехали! Ну, конечно же, самый первый полезный предмет, и мне кажется, о нем знают совершенно все, мне кажется, даже те, у кого нет еще детей. Это вот такой вот кокон от Red Castle. Я не знаю, поместится ли он в экран, увидите ли вы полностью или нет, но я обязательно покажу его поближе. Он у нас появился, наверное, где-то в месяц, но его советуют уже покупать с рождения, класть его с рождения. У него очень удобное, скажем так, строение, очень удобно здесь малышу находиться, как у мамы в животике. Здесь находится очень удобный валик, который находится под попкой и под ножками, и вы его постепенно передвигаете по мере того, как ваш ребеночек растет. Я не могу сказать, что Матвей его как-то по-особенному полюбил, потому что он одинаково лежал и в коконе, и на коврике, и в других качалках, которые, скажу вам, чуть позже. Но его очень удобно таскать по дому, да, то есть взяли этот кокон с ребенком и, не знаю, перетащили из спальни на кухне, из кухни в гостиную и так далее. То есть ему здесь будет очень удобно и комфортно, и, соответственно, у малыша будет свое место совершенно везде, не только в вашей спальне и не только в своей кроватке. Поэтому я все-таки считаю, что это нужное приобретение, и мне кажется, оно понадобится многим, и оно упростит жизнь вашу. Потому что, как я уже сказала, кроватку с собой таскать по всей комнате, по всей квартире, это неудобно, а так у малыша будет свое такое спальное место. И, кстати, забыла вам сказать, это очень важно, то, что этот кокон подходит от рождения где-то до 4 месяцев. И почему до 4? Не потому, что он уже туда не помещается, а потому, что он начинает активно переворачиваться, это просто небезопасно. Вот сейчас мы от ве 4, он, конечно, туда помещается, но уже прям вот впритык, но он активно переворачивается, и вот буквально стоит на секунду отвернуться, он уже перевернулся и уже лежит где-то на диване. Поэтому, да, это уже, в принципе, небезопасно. Следующий полезный гаджет и предмет, это вот такой вот, я не знаю, как его назвать, гнездышко, но это не кокон. Наверное, гнездышко, оно так и называется. У нас от бренда Baby Nest, нам его присылали на тест, скажем так, я вам уже его показывала в одном из своих видео, покупки для ребенка. И он нам так сильно понравился, Матвей спал в нем буквально вот с рождения, как мы только принесли его из роддома. И закончили спать буквально, наверное, недели 3 тому назад, потому что он уже вырос из него, не помещается. Но он настолько удобный, Матвей там было очень комфортно, мягкий такой матрасик ортопедический, он его очень хорошо фиксирует. И, к сожалению, сейчас просто он не помещается уже в кроватку, и Матвей тут уже неудобно. Но, к сожалению, когда мы его вынули, Матвей, наверное, дня два тяжело засыпал без него, потому что в нем реально намного удобнее. Он его как-то хорошо фиксирует, и он не катался туда-сюда по кровати, не перемещался вот так, знаете, вокруг своей оси. Как сейчас, например, мы положим его в одном положении, потом просыпаемся, смотрим, он уже вообще совершенно в другом, наперекосяк. И это, конечно, не очень удобно, и пришлось ставить бортики по всей кроватке. Хотя, когда малыш еще маленький, не рекомендуется ставить бортики, чтобы он, не дай бог, там, я не знаю, не уткнулся нотиком в них. Поэтому я очень рекомендую приобрести вот что-то подобное. Мы очень довольны этим гнездышком. Опять же, повторюсь, это Baby Nest. Я не знаю, как другие, но это просто отличный предмет, и нам он очень понравился. А следующий гаджет, получается, уже третий. Это, наверное, будет качалка от Fumams, которая называется Mama.ru. Там достаточно большое количество разных программ, то есть вот этих вот качаний. Не просто качания туда-сюда, там, и кенгуру, и машины, и еще что-то. Также там есть белый шум, то есть музыка. Можно также, по-моему, подключить через свой телефон какую-то музыку. Но мы, на самом деле, этим особо не пользуемся, поэтому не знаю. И пользуемся мы Mama.ru где-то встретились четвертой недели. Изначально я, на самом деле, не очень оценила Mama.ru. Мне казалось, что Матвею совершенно она не нравится. Он как плакал, так и плакал. Но на самом деле он плакал, потому что у него были колики до двух месяцев. И после двух месяцев он, в принципе, полюбил ее. Лежит спокойно там минут 30, пока я занимаюсь своими делами. Единственное, мне не нравится там вот эта вот игрушка сверху, которая висит. Она не очень интересная, она не особо привлекает его внимание. Поэтому мы ее сняли и повесили дугу, по-моему, так это называется. Просто купила в детском магазине, повесила дугу. И она ему намного интереснее стала. И он там спокойно лежит, качается. И, кстати, пару раз даже заснул, но, да, это, наверное, пару раз, не больше. Поэтому тоже могу посоветовать. И, на самом деле, очень много разных качалок есть, но мы выбрали именно ее и, на самом деле, не пожалели совсем. И следующее, что я вам очень посоветую, это будет игровой коврик. Я прекрасно понимаю, что это банальная вещь, но я посоветую именно свой коврик от Yekido, наверное, так бренд называется. Это ни в коем случае не реклама. Я покупала сама, все покупала за свои деньги, кроме вот этого вот гнездышка, нам его предоставили. Мы очень долго искали вот эти вот коврики, смотрели разные, изучали разные. Но чем нас привлек именно этот коврик? Это, по-моему, единственный коврик, на котором двигается машинка сверху. То есть он будет постоянно следить за игрушкой, можно постоянно их менять, их там много разных. Он очень качественный, яркий и он там проводит, наверное, большую часть времени. Единственное, он пригодится вам, наверное, в 2-3 месяца. С самого начала, конечно, его нет смысла покупать, но когда он уже начинает активно за всем следить, всем интересоваться, это просто незаменимая вещь. Он там переворачивается, опять же, играет с игрушками. Он очень приятный на ощупь, качественный, именно качественный такой предмет. То есть если есть коврики такие не очень приятные, игрушки как-то странные сделаны, то здесь коврик прям сделан на совесть. Я вам очень его советую. Ребенок действительно там будет очень долго у вас находиться, ему там будет нравиться. И опять же, главная фишка, то, что двигается игрушка сверху. И, кстати, там еще, по-моему, 2 мелодии есть, и можно без звука, чтобы она передвигалась сверху. Поэтому очень тоже ее советую. И последнее, что у меня осталось, это вот такая вот овечка. Конечно, дело здесь не в овечке на самом деле, а в предмете, который находится сзади. Это вот такой вот приборчик. И здесь, по-моему, 8 разных звуков. И в основном это белый шум. Я, на самом деле, до рождения Матвея не знала, что белый шум настолько хорошо успокаивает детей. Мы, наверное, месяца 2 засыпали под белый шум, под шум пылесоса, фена, дождя и так далее. И вот буквально недавно я нашла вот такую вот игрушку. И в ней вот такой вот прибор. Здесь есть и белый шум, и колыбельный. Также здесь можно выставлять таймер. Можно... И, кстати, главная фишка этой овечки. Здесь есть такой вот сенсор. То есть, если вдруг эта овечка вдруг услышит звук малыша, писк его, плачь, то он автоматически включит и как бы должен успокоить малыша. Нас белый шум успокаивает. Я его включаю и ночью, когда мы засыпаем. Также беру с собой в коляску, когда мы где-нибудь гуляем. Беру с собой в машину. Это, мне кажется, вообще номер один из всех гаджетов. Я его, в общем, в самом конце сказала. Также есть супер-классная программа, которую мы пользовались с рождения. Называется она Buy You Buy. Но, мне кажется, их много разных. Опять же, не реклама. Просто сама нашла, скачала. Здесь только белые шумы. Просто огромное количество всего. И мы постоянно меняем разные, включаем их. Тут есть, опять же, таймер. Вы можете включить на 5 минут, на 10, на 30. И это очень сильно нас выручало. Поэтому, если вас ничего не спасает, то обязательно попробуйте белый шум. Поверьте, он успокоит вашего ребенка. Матвей, наверное, успокаивается буквально за секунд 5-10. И все, сразу же тишина. И он спокойно едет. Либо засыпает спокойно. И да, очень советую. Кстати, игрушка от бренда Cloud B. Наверное, так называется. И, кстати, очень милая такая игрушечка. Там много разных. И, по-моему, сова, другая овечка и зайчик. Выбирайте то, что вам нравится. Вот мы выбрали такую вот милую овечку. Я очень надеюсь, что это видео вам было полезным. И вы для себя что-то интересненькое нашли. И, возможно, вам что-то поможет в дальнейшем. И обязательно пишите о своих гаджетах, о самых удачных приобретениях. Что вам помогает с ребенком. Что делает вашу жизнь проще с ребенком. И всем пока. И до скорой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok